Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в ARK Survival с модом Elemental. В комментариях подсказали, как поднять аффинити у виверны. То есть мне нужно приручить либо водную виверну, либо какого-то водного дрейка и вместе с ним охотиться. Я что-то такое припоминаю с прошлого своего прохождения, и что у меня было несколько дракончиков, и что у них несколько стадий роста. Наверное, не поленюсь и позже пересмотрю свое прошлое прохождение. В любом случае, сегодня мы это потестим. Смотрите, что я хочу сегодня сделать. Во-первых, мы будем убивать всех големов, которых увидим. Насколько я понял, есть небольшой шанс спавна штормового голема. Постараемся выбить его ядро. Во-вторых, мы постараемся все-таки поднять это аффинити именно сегодня. Водный дрейк. Где такое есть? Вот. Аквадрейк. Водный коготь. 20 пыли дейнаниха. По-моему, по-моему, такие когти мне выпали из дракона, которого я убил. И, возможно, я их дропнул. Элементально надо убивать. Грозовой не заспаунился. Окей. А вот и первый тушкан. И почему-то с него не упал черепок. Это вообще нормально. Тушканчиков достаточное количество бегает. Единственное, что надо пролететься по злачным местам. Стой, говорю. Опачки. Кого я вижу? Плинтай улететь. Фу. Ух ты. Какой заманчивый горный элементаль 60 уровня. Но мне сердца, скорее всего, больше не нужны. Обычные. Так. Опять не появился штормовой. Окей. Боже, только не это. Так, здесь нет тушканчиков. Только не ивенты варки. Бессмысленные, беспощадные. Как же я их люблю. Кусочек торта. Что это за кусочек торта? Куда он делся? Сладкая месть. Его можно скушать? Нет, нельзя. Опа. А вот и дэйнонихи. И как же мне получить с них даст? Так, одного убил. Второго убил. Что надо сделать? Тащить тело. Может быть, шприцом? Немного просветился. И вроде как надо убивать дэйнонихов именно вот таким големом. Это для меня новость, если честно. Похоже, что-то поменяли. Надо попробовать. Блин, ну, наверное, теперь уже поздно, да, именно големом разбирать. Но мы все равно попробуем. Вдруг повезет и он соберет все-таки. Нет, уже не соберет, к сожалению. Блин, ну, наверное, знаете, что сейчас сделаю? Раз уж у нас игра превратилась в фарм, выйду, настрою превенгибернацию и поставлю другой мод на поиск существ. Я на месте. Арк загружен. Все хорошо. Вроде не выкидывать, не вылетает. Но мы еще посмотрим фпс. Вроде в норме. Хорошо. Тушканчики. Слушайте, их не так уж и много. Вот это да. Феникс. Два летают. Hello. Есть. Блин, по одному фармится. Мне надо 20. Это печально. Ну-ка. Повторим поиск. Ну, придется вот так летать туда-сюда. Да, кстати, насколько я понял, вот этим же големам надо убивать мантисов. Тогда мы с них тоже будем получать какие-то плюшки и можно будет скрафтить себе мантиса из мода. Ну, по крайней мере, так написано на сайте. В общем, буду я собирать все это дело и встретимся, когда у меня будет 20 даста. Не думаю, что вам будет интересно смотреть, как я туда-сюда перелетаю и убиваю по одному, по два да и на них. Вот здесь как раз-таки два. А вот и охотнички. Собрал я 21 да и на них даст. Где он? Вот. И, кстати, появились септеры-охотники. Это не очень прикольно, потому что теперь они будут прилетать прямо на базу. И мне надо ставить уже турели. Да и на них даст. Это надо положить вот сюда. Pure Water Elemental Essence. Плюс 10 водных когтей. И мне почему-то кажется, что я их добывал с дракона и потом дропнул. У меня есть предположение, что надо разобрать просто-напросто какую-то шмотку с водным элементом. Вот, например, вот такой меч. Логично. Да, 31 водный когуть. Я не могу ходить, потому что мне надо выкинуть тонну черного жемчуга. Ну и полимер, наверное, тоже. Я, кстати, убрал мод на аномалию. Мне интересно, кто сейчас появится вот отсюда. Никто. Я думаю, что мы с ним поиграем чуть позже. Галимим в урон. Блин, 133 в здоровье 139. Вот. Вот кто нам нужен. Че? Я могу две взять? На. Попозже, попозже. Ну и крафтим. Того самого водного драйка. Блин. Хотел на улицу выйти, поражал случайно. Красавец. А что по седлам? Ну, обычное седло только могу сделать. Красный самоцвет 85. Найс. Найс. Мне надо искать второй вход в аберрацию. Он где-то под водой. Как раз таки с моей где-то стороны. Безымянный в реке между двумя островами. Так написано на страничке Мода Стим. Тут можно найти красные кристаллы. Кстати, синий тоже, смотрите, есть. О, ё-моё. Безымянный. Я так понимаю, это что-то вроде аберрации. Только на поверхности. У тебя же есть такая штучка? Есть. А-а-а. Тебе тоже дам. На всякий пожарный случай. О, 1200 Affinity Token. Она набрала Affinity. Ладно. Ну, это все синие кристаллы. Пух испугала. Значит, красные переместили отсюда. Гроу, то есть я могу уже превратить этого дракончика, правильно? Не знаю, за счет чего, кого. Кого-то я убил. Отлично. Так, над виду. Летать на нем пока что, естественно. Не могу, 139 тысяч хп. Ну, и на плечо я теперь тоже посадить его не смогу. Покажу для тех, кто не знает. 55 на 13, маленький островок. Здесь бугорок и в нем пещерка. Шикарно. Вроде все собрал. Получилось. 474. Мне, скорее всего, хватит за глаза на все мои потребности. Так. Тебя мы забираем. А, в этот раз он не может быть. Тогда стой. Я надеюсь, что вместе. Да, вместе. Получается, дрейк, можно сказать, и не нужен. Я планировал при помощи такого дрейка прокачивать дракона. Ну, в любом случае, мы сейчас посмотрим, что это такое, с чем это едят. 24 тысячи здоровья. Урон 1000. Давай мы тебя прокачаем. Не знаю. Ну, вот хотя бы вот так. До 40 тысяч хп. Остальное в урон. Надеюсь, вообще есть в этом какой-то смысл. Но зелье опыта теперь падает регулярно. С охотников. Мне их абсолютно не жалко. Так, зелье лечения тоже. Погнали. Ну, дрейк это и в Африке дрейк. Он офигенен. Так. Давай-ка мы тебя окуснем разочек. 812. Невидимость. Ну, в общем, все очень даже обычное. Альт, контрол, шифт. Кстати, смотрите. Умни Ронео не обращает на меня внимания. Ну-ка, невидимость. О, по нему 4300. Дон клево. Блин, кто угодно. Есть, кроме Мантиса. Либо я не вижу. Либо он как-то открывается. Либо он не здесь. Мостберт. Пая. Шторм. Это маленькие. Давайте попробуем. Что это вообще такое? Аквателл. Окей. Естественно, свет у меня уже собран. Давайте смотреть. Хорошо. И на что ты у нас способен? На голову я могу что-то одеть. Эти каски, они долго не живут. Но я все равно одеваю. Давайте вот такую. Он может парить. Неплохо плавать. Относительно неплохо бегать, прыгать. На правую кнопку мыши у него удар вот этим длинным языком. На левую просто укус. На С. А вот оно, да? Вот она, его сила. Посмотрим, что он делает с огненным волком. Ничего особо не делает. 47 урон. Что это вообще такое? 120 укус. 60. Непонятно. Но он в разы слабее, естественно, чем птичка наша. Что это вообще? Аж для чего он нужен? Да, вот он появился. Довольно большой, по-моему, не? А, нет. Ой, 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 дай улететь. Я его дамажу, но обратка, по-моему, чуть сильнее, чем была в прошлый раз. Иди сюда. Смотрите, какой. Он больнее кусается. А, все, да? Яичко. Игра, слава богу, не вылетела. У меня сейчас 25 фпс. Ну, как бы ладно. 9 элемента. Яичко. 80. Серьезно? 80-е. 80-е. Посмотрим, какой у нас здесь появится. 240-й. Ну, я бы тоже сказал, что они не предел моих мечтаний. Даже близко. Придется фармить их по КД, судя по всему. Прекрасно дамажит. Единственное, я не помню, каких драконов там надо между собой, так сказать, соединять. Ну, здравствуй. Уровень 540-й. Наконец-то нормальный огненный. Яйцо. Все, с огненными драконами мы, скорее всего, закончили. И сразу клеймим. Ох, отменить. Клеймим. Клеймим. Фу. Пока не убили. Охренеть. Три огненных 540-х. Жесть. Это неадекватно. И у меня вылетела игра. Классно. Так, сколько там секунд? Ноль. А почему ничего не происходит? Поставим заново. Блин, не повезло, не повезло. Потому что, когда игра вылетела, здесь был 540-й дракон. Это грустно, но ничего не поделаешь. Будем пробовать дальше. Теперь я боюсь заранее 3-4 облака делать. Буду делать по одному. Давайте гамму включу, чтобы вам было виднее. Надеюсь, игра больше не вылетит. Если честно, это прям лютая проблема. Не знаю, может быть проблема в моем компьютере, но я сильно сомневаюсь. Возможно, это все-таки какие-то критические ошибки именно самого мода. Не думаю, что игра вылетает только у меня одного. Ну и опять же, у кого-то, скорее всего, другое железо, другая видеокарта. И ситуация может отличаться. О, все. Уровень двухсотый. Совершенно не то, что нам нужно. Чибиков, наверное, можно уже выкидывать, мне так кажется. Двухсотый. Да е-мое. Сотый. Этот мод меня троллит. Пятьсот двадцатый, наконец-то. И он побольнее кусается. Блин, застрял. Есть. Так что мы делаем дальше? Выкидываем еще одно яйцо сюда. Вот такое. Пятьсот двадцатая. И очень-очень сильно надеемся, что дракон будет один. И... Один детеныш. Отсвистываем. С дракончиками пока закончили. Теперь им надо вырасти. Потом их каждого надо будет прокачать в следующую стадию развития. Вот в такую. Вот. А мы пока полетим, поубиваем големов в надежде, что заспавнится штормовой. В принципе, это можно очень быстро сделать. У нас теперь новый мод на поисковик. Так. Ну, полно. Полно есть рядом. По дистанции стоит фильтр. Погнали. Я не знаю, надо ли убивать их именно другим горным элементалям. Либо можно просто убивать и есть шанс на спавн. О. Фига себе. Я, пожалуй, заберу. Не очень понял, где он. А вот. Никто не заспавнился. Так, нажимаем, по-моему, шестерку, да? Почему они все невидимы? Это что за прикол такой? Отлетел. Вот в том месте целых три горных элементаля. Надо будет еще мантисов пофармить. Именно тоже своим вейпор големом. Тоже невидимка. Почему-то. Ладно. Невидимка и невидимка. Ой, мантис. Так. Здесь должен быть ближе. Тоже никого. Опять не появился. Так, дружочек. Блин. А он, типа, на дереве? Следующий товарищ. Как тебя мы убираем? Да. Ой, да ладно. Кирпич по нему почти не дамажит. А вот и штормовой. Ой. Капец, он сильный. Я не был готов. Он очень сильно бьет. Я ему по 1200. В принципе, можно. Он не 900. Ау, 2000. У меня лечилка-то есть с собой. Да. Ну ладно. А, я перестал его дамажить почему-то. Он, видимо, элемент поменял. Жестко. Я чуть-чуть отойду. Элементал лайтинг. Ой, больно. Ничего не произошло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Долго это будет продолжаться. Фу-у-у. Это точно была ошибка. А, типа, он не спит, да? Когда подходишь. Ну-ка. На. Хорошо. Хотя бы так. А, у него сейчас элемент воздуха. Все, я все понял. Вот так, да? Давайте попробуем другого голема. Так, телепорт. Его подкачаем чуть-чуть. На 60 уровней. Нет, он не хилится. Ну-ка, камушек сразу. Тысяча. Все то же самое. Ну ладно. А воздушного я не бью. И каждый раз придется ждать, пока он поменяет элемент. Других вариантов нет. Ну и скорее всего, скорее всего, голема надо все-таки вейпор использовать. В смысле отличился? Что за жесть? Когда это произошло? Ну, это вообще беспредел. Деремся. Главное, чтобы он больше не лечился. У моего уже почти пол хп ушло. Так, вот он не может ко мне попасть. А мы можем. Поймал, что ли, положение? Вроде да. Найс. Найс, найс, найс. Подзабаговали чуть-чуть. О, нет, соскочил. Зачем я этот камень кинул? Давай обратно. О. Здесь попадает. Блин, такое лошара взял кино. Этот камень дурацкий. Ладно. Короче, когда будете биться, учтите, что можно такое положение найти. Но из этого положения камни не кидайте, иначе как я, свалитесь и будете тратить хилки. Ну-ка. Специально продолжай бить, когда урон не проходит, чтобы он ни в коем случае не отагрился и не пошел хилиться. Пофигу. Мне несложно нажать кнопку. Вот, сейчас пошел урон. Еще две смены элемента, и, скорее всего, будет финал боя. А выносливость закончилась. Серьезно? Вообще не вовремя. Блин. Я бы успел. Реально чуть-чуточку. А, он, смотрите, отхиливается на ходу. Три удара теперь. И, раз, два, три. Теканграмы, тек-репликатор, наконец-то. Так. А мне что-то дадут с него? Или дали уже? Да, ядро штормового голема. Air Catalyst Crystal 10 и лайтинговая эссенция топовая, естественно, нужна. Топовая, максимально топовая. Air Catalyst Crystal мы можем сделать. Да, 10 Air Catalyst Crystal. У меня из лайтинговых только Аптер. Ну, хотя, хорошие остатки. Урон 122. В здоровье 131. Наверное, можно. Закидываем. Призываем ресурсы. Нет, не эти. Вот эти. Готово. Время вечернее. Понял? Давайте. Та-дам! Ничего не вижу. Вот он, красавчик. 65 тысяч хп. Вообще, я думал, что побольше будет. Ну, да ладно. Сразу прокачиваем. Он в разы быстрее. Он выше прыгает. Он просто охренеть, как прыгает. Не получает урон от падения. Кирпич. Не попал. В смысле не попал? А что так мало? Видимо, по-воздушному. Это да. Мейвинг тоже воздушный. Но у меня такое ощущение, что мой вейпер голем, он посильнее. О! Вот так вот, да? Какой-то дополнительный урон. На С. Неплохо. А ну-ка, натуральный урон по обычному Диносу. 13 тысяч, да? А, 19. Но все равно неплохо. Но я бы не сказал 42 тысячи. Я бы не сказал, что он сильнее. Он быстрее, выше прыгает. Ловчее, наверное. Может быть, у меня остатки не те. Ну, скорее всего, плавает он так же, как и все остальные. И все остальные големы. Но я же могу всегда выпрыгнуть из воды. Ладно, друзья. На этой хорошей ноте сегодняшнюю серию я закончу. В следующей серии мы займемся драконом. То есть мы прокачаем аффинити вот двум видом другим. У нас получается огненный и лайтинговый. Вырастим вот таких вот дракошей. Попробуем их всех соединить в одного большого. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Встретимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.